Итак, 12-й ход. Первый игрок у нас Лола. В фазе передышки мы ничего не меняем или все-таки поменяем. Брыскнем, вытянем. Давайте рискнем. Так будет интереснее. Мы ничего не меняем, никаких заклинаний не восстановлен, но мы воспользуемся ее способностью. Вытягиваем. Это у нас еще один навык боя, но только это уже из основной игры. Каждый раз, когда мы добавляем улику к проверке боя, мы получаем одну дополнительную кость. То есть не одну, а две кости для бросания. Заменить это на боевое искусство или нет? Да, давайте заменим. Так, ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, что ж я такой короткий. Так, ой. Заменили. Вот и прекрасно. Далее переходим к профессору. У профессора мы тоже ничего не меняем, не восстанавливаем. Далее идет у нас фаза движения. Первой ходит Лола. И Лола у нас пойдет. У нее, помним, не пять, а четыре пункта движения. Вследствие эффекта карты. Льет как из ведра. Раз, два, три. Она пойдет в закусочную гипса, в портал. Давайте сразу же перенесем ее в портал. В иной мир. Обычно сыщики попадают в иной мир в фазе контакта в Вархаме. Но для ускорения темпов игры мы перенесем ее сразу же. Другое измерение. Где у нас другое измерение? А, вот оно. Далее. Харви тоже переходит в портал. Но в великий зал Целиану. Вот он. И теперь будем вытягивать для них карты контактов в иных мирах. Так, начинаем с Лолы. Помним. Архам и Кингспорт. О, Кингспорт. Синий цвет подходит. Так, другое измерение. Загробный мир, бездна и другое измерение. Пройдите проверку. Удачи с модификатором минус один или... Вы будете отложены. Так, удача минус один. Удача у нас равна четырем. Давайте для разнообразия. Давайте сегодня будем пользоваться белыми кубиками. Взвольт нам с ними повезет. Так, активируем лототроп. И нам повезло. Мы не отложены. И на этом хорошо. Так, поехали дальше. Теперь Харви. Харви помним. Так как он уже был в зале Целиану, нужен красный, синий или зеленый контакт. Из базы или из... Так, красный не подходит. Далее. Синий из базы подходит. Страна снов, югот и другое. Удача преследует вас. Вы находите кучку запасов. Вытяните одну обычную вещь. Давайте посмотрим, что за обычная вещь нам попадется. Плюс один к проверкам удачи. Ну, Харви как-то это не особо поможет. Он у нас не герой, ориентированный на удачу. Ну да ладно, вдруг там будут какие-нибудь проверки удачи с плюсами или с плюс нолем. Так, и переходим опять к нашей любимой фазе. Мифа. Так, карта из базы значит подходит. Так, и еще один прорыв врат на не следованном острове. Не следованном острове. И это значит у нас еще один монстр пойдет на окраину. В конце прошлого хода я добавил еще двух монстров как эффект предыдущей карты. Теперь у нас на окраине пять монстров. Уже добавил всех монстров в мешочек. Смотрим, кто нам попадается. Колдун Уотли. Это монстр из дополнения уже с Данвича. Но я всегда всех монстров добавляю и из них никого не убираю. Так, средний для боя монстр, так скажем. Далее. Так, шестиугольник сверху. Давайте передвинем белый шестиугольник. Где у нас белый шестиугольник? Здесь нет белых шестиугольников. Что за ерунда? Так, плюс белый круг. А, это шестиугольник, я думал круг. Так, это значит, что мы не открываем новых жетонов разлома. Но, так как не открылся новый портал, мы не добавляем жетонов на трек безысходности древнего. Но сейчас начнется интересный. Давайте посмотрим, какие монстры у нас передвигаются. А передвигается у нас только Итиан, по-черному. Он идет на улице университета Мискатоник. Далее, мы видим, что у нас есть звезда по-черному. Это значит, наш разлом передвигается на улице французского холма. Так как передвигается звезда по-черному. Также это означает, что еще один монстр, вследствие передвижения, разлома появляется на окраинах. Это бесформенная отродья. Тоже средний для боя монстр. Так, и мы смотрим. Звезда передвигается по-черному. У знака разлома черная звезда. Это значит, что когда звезда передвигается по-черному, то есть в любом случае, если разлом передвигается, то появляется монстр в новой локации. Если же разлом передвигается по цвету стрелки, которая на нем указана, в данном случае звезда черная, то мы добавляем еще один жетон на трек безысходности древнего, чтобы жизнь нам не казалась сладкой. Далее, улика в научном здании. В научном здании у нас никого нет. И переходим уже к чтению самой карты. Все трясуны измерений и гончий Тиндалуса в Архме возвращаются в пол. Если хотя бы один монстр возвращается в пол, уровень ужаса растет на единицу. Ну, у нас таковых монстров нету. Так что уровень ужаса не растет. Далее. А далее на этом ход заканчивается. Спасибо за внимание. Продолжение следует...